Постановлением правительства был утвержден перечень протезно-ортопедической продукции, которая закупается путем аукциона. Раньше у нас протезно-ортопедические изделия закупались по контрактной системе, по конкурсной. Поэтому сейчас очень много идет обращений от инвалидов, что те протезно-ортопедические изделия, реабилитационные средства, которые для них производят и могут произвести сейчас предприятия, которые выиграли аукцион, не всегда учитывают индивидуальные особенности состояния здоровья наших инвалидов. И путем аукциона это сделать сложно, потому что там основное условие – это стоимость изделий, цена изделия. И поэтому предприятия, которые могли бы учесть индивидуальные особенности инвалида, чтобы уложиться в стоимость, они, к сожалению, не всегда могут учесть все то, что необходимо. Поэтому мы просим правительство пересмотреть этот перечень и исключить протезно-ортопедические изделия из того перечня, который входит как раз по закупкам через аукцион. Хотим, чтобы они вернулись к конкурсным закупкам. Конкурсная закупка позволит, конечно, учитывать более индивидуальный подход к изготовлению протезно-ортопедических изделий. Насколько нам известно, у нас в Коломнике есть завод, который славится качественными изделиями. Какая-то поддержка именно этому предприятию? Дело в том, что прежде чем с этим обращением выйти в правительство, мы как раз и провели обсуждение вопроса на основании многочисленных обращений инвалидов. Мы выезжали как раз на это предприятие коломенское, общались с фондом социального страхования, через который сейчас как раз идут закупки этой продукции. Вернее, не закупки, а выбор предприятий, которые участвуют в изготовлении этих изделий. Мы общались с общественными организациями инвалидов, с Министерством социальной защиты. И, в общем-то, действительно, не всегда пациент наш или инвалид, который должен получить какие-то изделия протезно-ортопедические, может получить их того качества, какие ему надо. Поэтому вот этот вопрос, он как бы уже изучен изнутри, и мы просим правительство как раз это учесть для того, чтобы было ли изделие более качественное. Соответственно, если они более качественные, тогда их реже, наверное, придется, в общем-то, и менять. И мы обеспечим нашим инвалидам более полноценную жизнь.